Всем привет! Вы на канале Gadgetmania. Сегодня мы поговорим в пятницу, 13-е, о очень неприятных вещах. Давайте начинать. Поехали! Как-то давным-давно, может быть полгода назад, я снял несколько видосов, а конкретно две штуки, про то, как я разблокировал собственный же iPhone с полным комплектом документов с чеком от M-Video, где он покупался. От iCloud, потому что, ну, просто тупо был забыт пароль. Видео было два, то есть, что я объяснил, как мне надо, соответственно, это сделать. Я нашел непосредственно людей, и второе видео по прошествию самого времени. И эти видео одни из популярнейших сейчас у меня на канале. Просмотры набирают, скажем так, свои обороты, но и растет плачевная статистика людей, кто ко мне обращается. В данных видео я указал себя в ВКонтакте в качестве человека, к которому люди могут обратиться, если у них сложится такая же ситуация. Но предметом сегодняшнего видео будет немножко другая тематика. Это мошенничество на Авито. Вы подумаете, как это взаимосвязано, а я вам сейчас расскажу, как. Трюк, который используют мошенники на Авито, уже не нов. Он достаточно старый, и если вкратце рассказать, что они делают и как получается, что у людей смартфоны, а в частности айфоны, до сих пор в конце 2019 года становятся заблокированными на чужой iCloud, как нельзя актуально. Так вот, люди хотят продать свой бэушный айфон, без разницы в каком состоянии выкладывая на торговую площадку. Ждут сообщения или звонка от потенциального покупателя и получают в один прекрасный момент, соответственно, это сообщение. В основном это либо женщины, либо мужчины, как бы. Ну, на той стороне экрана, кто пишет эти сообщения, там вообще могут находиться с другой стороны, с мест лишения свободы. Мне кажется, откуда угодно. Они это объясняют тем, что я хочу купить ваш айфон, но для того, чтобы мне убедиться в качестве, ну, в оригинальности, что некоторый функционал будет работать, мне надо зайти под своим iCloud. Господи, боже, вот тут стоп сразу. Почему до сих пор нет информации, точнее, не то, что информации, а почему до сих пор люди в конце 2019 года, в эру всеобщей мобилизации, в эру более-менее просветительских каких-то тем и моментов, что люди очень много знают о мобильных технологиях, и даже иногда больше, чем продавцы-консультанты в магазинах электроники, они до сих пор ведутся на вот этот вот развод. И что вы думаете дальше? Они, естественно, на своем собственном телефоне выходят из своего собственного iCloud. И по указке тех мошенников, которые им пишут, вводят якобы для проверки той или иной функции, либо для того, чтобы убедиться, что это оригинальная продукция, входят под чужим iCloud и присылают скриншот о том, что они вошли под чужим iCloud, присылают скриншот на Авито, чтобы тот человек как бы убедился, что зашли. Ну и после этого, конечно же, попадаются на удочку мошенников, по-другому их никак нельзя назвать, которые начинают просто их, ну, можно сказать, так шантажировать. Шантаж состоит в том, что надо выслать денежный какой-то выкуп в каком-то там размере, кто-то, как говорится, у кого насколько хитрая фантазия и жадность, от тысячи до несколько тысяч рублей за якобы разблокировку или за пароль от iCloud. И тут сразу же дисклеймер от меня и предупреждение о том, что, во-первых, никогда никому ничего платить не надо. Это первый момент. Второй момент. Естественно, если вы удосужились посмотреть видео это или попалось вам где-то в сети, пожалуйста, не совершайте таких глупых действий. Вы спросите, как взаимосвязаны те два ролика, в которых я рассказывал, как я разблокировал, как я нашел людей, как я разблокировал свой iPhone, законно приобретенный, с чеком, со всеми документами. После отказа компании Apple, то есть, представляете, мою собственность, компания Apple до сих пор, на тот момент, как бы, это было, ну, типа, ну, ваш, да, но у нас политика такая, мы от iCloud не отвяжем. Так как я имел опыт работы в сервисном центре, соответственно, у меня есть определенные связи в кругах ремонтников по всей России. И, естественно, у меня есть контакты людей, появились на тот момент контакты людей, которые могли помочь в этой проблеме. Несколько условий для того, чтобы эту проблему решить на тот момент было. Это какое-то любое доказательство, что вы не украли или не нашли телефон, то есть, телефон должен быть не в режиме пропажи, хотя делают iCloud, ну, то есть, разблокируют iCloud и в режиме пропажи, но те люди, с которым обращался я, они этим не занимаются, только чистые, не угнанные телефоны и не в режиме пропажи. Ну, и в качестве дополнительной, не то, чтобы сказать, прихоти, а дополнительного условия это, ну, то есть, понимаете, когда, допустим, пишет вам человек, что помоги разблокировать iCloud по-братски, пишет это, может быть, какой-нибудь студент или там молодой человек или девушка, как бы, на том конце, опять же, экрана ты не видишь, он подобрал его в такси или это действительно у него случилась вот такая вот жизненная ситуация, что он забыл. Это его приобретенный телефон, без разницы, на вторичке, на первичке, как бы. И ты, естественно, ставишь такое условие, а есть какие-нибудь документы. Ну, и в 95% случаев люди говорят, так, документов нет, естественно, как бы, люди не берутся за эти условия. Поэтому эти два момента, то есть, конец 2019 года, до сих пор актуальная, к сожалению, актуальная тема мошенничества с айфонами, сблокировка айфонов на Авито, и та полугодовавая история по разблокировке айфона, она честная, непридуманная, многие писали, типа, это неправда, ну, на самом деле, я никого убеждать не собирался, то есть, вот, айфон, как бы, разблокированный, он был потом просто продан, как бы, как на вторичке. И все. С полным по комплектам документов, с чеками, со всей фигней, и, естественно, чистым без iCloud. Так вот, вот эти два момента связаны, и это видео, в первую очередь, предостерегающее, по одной простой причине, что люди пишут до сих пор. И, наверное, в процессе сейчас монтажа я добавлю, или добавил уже реальные истории людей, которые пишут мне в личку в ВК с просьбой помочь им. Ну, понимаете, тут можно было бы, конечно, поднять связи, перенаправить их, как бы, или заняться посредничеством, и перенаправить их непосредственно на тех людей, к которым обращался я. Но тут реальное понимание, что, ну, опять же, как бы, я не смогу. То есть, во-первых, вы должны понимать, что это нифига не бесплатная услуга. Потому что, к сожалению, не может быть, чтобы это было бесплатно. И тут фишка не в том, что кто-то подделывает или распечатывает чеки. Тему с чеками мы прошли на предыдущем, на прошлом этапе. То есть, есть чек, есть товарный чек, есть коробка, есть документы, есть 50 фотографий четко отснятых этих документов, и получен отказ от Apple. То есть, повторно обращаться с одной и той же, как бы, историей не получится. Многие занимаются, там, какие-то распечатками. Люди, с которыми работал я, ну, обратился, работал, обратился один раз, они не занимаются этим. Я не знаю, какие каналы связи у них есть, я не вдавался в подробности, потому что ни мне, ни вам не стоит об этом знать. Я знаю, что они это делают. Делали, по крайней мере. И, по-моему, делают до сих пор. И, когда ко мне обращаются люди, как минимум, 2-3, может быть, 4 человека за последние полтора месяца обратились именно с такой просьбой, что вот именно с такой ситуацией, что у них вот по такой системе, как бы, заблокировали телефон. То есть, обманули с помощью Авито. Не помощью Авито, через Авито. Скажем это так. Ну, так вот, друзья, какой надо делать вывод? Во-первых, я не смогу вам помочь по одной простой причине. Я не буду брать деньги уже с тех, ну, то есть, встать на уровень с теми людьми, которые вымогают у вас там шантажом, либо разблокируешь, либо это. Я не смогу. То есть, как бы, в любых других случаях я тоже, скорее всего, приму решение не делать этого. Но единственное, чем я смогу вам помочь, предупредить вас о том, что бесплатно вам это никто не сделает. А если вы хотите обратиться к проверенным людям, потому что те попросят стопроцентную предоплату, вы можете написать мне. Ну, и если у вас не через Авито вас обманули, а просто забыли там или еще какие-то обстоятельства, либо купили телефон с рук, не вышли по незнанию с iCloud, до сих пор такое бывает. Соответственно, вы можете написать мне, и я вам там, ну, условно, там, за шоколадку, как бы, да, там, за какие-нибудь там 5-10 долларов я предоставлю контакты людей, если вам это надо. Для меня это не нужно вообще абсолютно никак. Ну, я перерыл кучу всего. Я знал изначально, что бесплатно это не бывает. Я, как бы, потратил какое-то количество усилий и времени, и знаний своих для того, чтобы вот найти такой вариант. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте осторожны. В пятницу 13-го вот такое вот видео. И предостерегайте своих знакомых. Никогда, никому, только при продаже, когда вам дали деньги в руки, вы выходите со своих iCloud на своих iOS-устройствах. Ну, и на MacBook, если вы могли. Это касается любой техники Apple. Ну, в частности, в большей степени iPhone. Поэтому, если было полезно данное видео, пожалуйста, ставьте лайк или дизлайк, как хотите. Ну, в любом случае, проявляйте свою активность. Обязательно пишите Donald Duck, если досмотрели до этого момента. Мне будет очень приятно. Я читаю все, абсолютно все комментарии и стараюсь на них ответить очень быстро. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, тоже welcome в комментарии под этим видео. Совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.